Химическая связь важнейшая вещь, потому что вещества существуют, потому что они связаны. Иначе бы всё было только как в виде отдельных атомов, и без химической связи мы бы не функционировали. Но я уже рассказывал о Бутлерове, который теорию химической связи определённый серьёзный вклад внёс. В настоящее время считается определение такое, что химическая связь возникает при взаимодействии атомов, в результате которого образуется химически устойчивая двух- или многоатомная система, которую обычно называют молекулой, но это может быть и кристалл. То есть, допустим, в кристалле соли чётко молекул не видно, а там натрий-хлор образует химическую связь. Типичный вариант – это перекрывание электронных облаков. Это взаимодействие атомов обычно за счёт перекрывания их электронных облаков. Допустим, самый простой вариант – это преобразование молекулы водорода. При сближении двух атомов водорода электронные облака перекрываются, поскольку, ну вот электроны ранее же я описывал, что они пытаются так заполнить уровень, чтобы там было два электроны противоположных направлений по спину. А у водорода один электрон, который в одну сторону, значит, крутится, да, вот они образуют систему, в которой всё-таки заполнены, вот этот уровень С, да, причём один электрон берётся от одного водорода, а другой от другого водорода. Вот теперь они, значит, все счастливы, крутятся в противоположные направления, не антипараллельные спины у них, а вся система получилась связная. Получилась такая система, в которой два электрона и два протона. Это будет молекула водорода H2. А вот у гелия уже заполнена эта внешняя оболочка полностью правильно, и поэтому гелий ни в какие не вступает отношения, потому что у него уже электроны счастливы, и они у него заполняют уровень с антипараллельными спинами. Всё, не происходит образования веществ. Химическая связь по фундаментальным законам природы возникает только если полная энергия этих атомов уменьшается, то есть они стремятся к состоянию с меньшей энергией. Так как энергия никуда не девается, при образовании химической связи энергия всегда выделяется. То есть у них раньше было больше энергии, но они хотят, чтобы энергия была меньше, и вступают в химическую связь, энергия выделалась. Ну, соответственно, вот имеются таблички энергия связи. Ну и вот чем... Обычно, значит, когда у них молекулы с одним веществом, чуть меньше энергия, если там разные вещества, то больше у них энергия связи. Ну, хотя по-разному, там зависит, собственно, от самого атома. Видно, что прямой тут зависимости от типа соединения, в общем-то, нет. Дальше химическая связь имеет, естественно, геометрические характеристики, длина связи, углы между связями в молекулах и так далее. Длина связи – это элементарное расстояние между ядрами атомов, получившейся этой всей молекуле. Ее определяют экспериментально с помощью спекстроскопии, дифракции рентгеновских лучей и так далее. Три основных вида химической связи, конечно, в школе это все рассказывали, я просто повторяю, чтобы все уже было, так сказать, вся химия была, а дальше потом будут многие вещи, которые в школе не было. Значит, три основных вида химической связи – это металлическая, ковалентная и ионная. Металлическая относится все-таки к металлам, поэтому будет позже рассмотрена. Наиболее частая и типичная – это ковалентная связь. Ковалентная связь – это вот то, что как раз у водорода. То есть это химическая связь, которая осуществляется общими электронами. То есть когда на несколько атомов общие электроны. Обычно на два атома общие электроны. Ковалентная связь является универсальным типом химической связи. И концепция ковалентной связи – 1916 год, Льюис. Потому что, собственно, сами вот эти протоны, электроны, планетарную систему атома – это в начале 1910-х годов Резерфорд. А саму концепцию ковалентной связи – 1916 год, Льюис уже предложил. Ковалентная связь существует между атомами в молекулах и в кристаллах. Может быть между одинаковыми атомами. Вот, допустим, хлор-2, там алмаз, допустим, это кристалл, в котором одинаковые атомы углерода, и связь ковалентная. Ковалентная связь может быть между разными атомами. Например, молекула воды – вот она, там типичная ковалентная связь. В органических соединениях, из которых мы состоим, практически одна ковалентная связь. Свойства насыщаемости и направленности. Насыщаемость обусловлена тем, что в химическом взаимодействии часть электрона только внешних и энергетических уровней. То есть в ковалентную связь может вступить ограниченное число электронов, только те, которые находятся на внешних уровнях у тех элементов, которые в связь вступают, поэтому она насыщается, дальше уже не вступают, когда число это достигнет. Ну и также направленность. То есть вот область перекрывания этих электронных облаков, за счет которых связь образуется, она находится в определенном направлении по отношению к ядрам, по отношению к атомам. Поэтому у нее есть направленность. В то же время большинство ковалентных связей полярные. То есть тут вопрос в чем? Ядра-то разные. Одни ядра больше, другие меньше. Если ядра в молекуле одинаковые, то они притягивают эти электроны одинаково. Ну это вот молекулы такие как H2, хлор-2, F2, 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 O2. Там значит просто два одинаковых атома. И поэтому это не полярная ковалентная связь. Они одинаково притягивают. Однако в большинстве соединений, где разные атомы, они имеют разную электроотрицательность. Электроотрицательность означает, что он больше притягивает. То есть вот обуществленная пара электронов смещается к ядру того атома, которого больше электроотрицательности. То есть у одного атома он больше электронов к себе притягивает, а другой меньше притягивает. Поэтому она называется полярная связь, полярная ковалентная связь. И полярная ковалентная связь притянута больше к одному. Ну, например, если мы делаем соединение H-фтор, то есть из водорода и фтора, то электроотрицательность фтора в два раза больше, чем водорода, и поэтому смещена вот эта общая электронная пара, смещена в сторону фтора. В результате того, что оно смещается, получается, что вот, допустим, водород, он будет практически уже без электронов, он будет немножко положительный, поэтому возникает заряд, но он там, короче, вычисляется, и он получается дробный такой. Это называется эффективный заряд атомов в молекуле, там такого нет, что, допустим, вот водород минус, там фтор плюс, нет, там будут писать плюс, там 0,17, допустим, H-хлор будет водород плюс 0,17, а хлор будет минус 0,17. Ну, вот эти вопросы электроотрицательности, они важны, потом подробнее для каждого элемента их, собственно, рассмотрим. Пока вот важно, что при полярной ковалетной связи создается все-таки некоторый заряд. Ионная же связь наступает, когда заряд очевиден, и когда перед нами ионы. Концепцию ионной связи выдвинул Косель в том же 1916 году, и она о чем говорит, что не образуется общей пары электронов при ионной связи. Один атом получает электроны, берет себе, а другой отдает. При этом оба становятся заряженными, потому что у того, который получил электроны, больше электронов, чем надо, да? Поэтому он отрицательно заряженный. Больше электронов, чем у него протонов. А того, кто потерял электроны, у него меньше электронов, чем у него протонов, и он поэтому еще положительно заряженный. Сплошь и рядом это водород, допустим, положительно заряженный обычно в ионах, если он анализируется. Ну, так вот, значит, такая связь образуется только если сильно отличается по значению, если сильные различия в электроотрицательности. Ну, и, в общем-то, типично это галогениды щелочных металлов. Вот, допустим, натрий-хлор, то есть соль, у них сильно отличается, и поэтому это ионная связь. Причем сильная электроотрицательность у хлора, хлор будет у нас отрицательный, а натрий будет у нас положительный. То есть натрий плюс рисует потом и хлор минус. То есть, значит, связь ионная, да? Вот галогенида и щелочных металлов. Из всех этих рассуждений что очевидно? Что поскольку эта самая электроотрицательность, эта величина относительная, ионная связь тоже получается такая вот штука относительная, да? По сути, это предельная полярная химическая связь. То есть небольшая как бы ионизация, небольшой заряд получается уже в ковалентной полярной химической связи. А именно ковалентные полярные химические связи у нас преобладают вообще. То есть у нас всегда немножко там они смещаются, эти электрончики, и, кстати, всегда немножко заряд. А в ионной связи просто это тоже, что не полярная ковалентная, что это все равно, что полярная ковалентная связь, но там прям совсем сместилось, и заряд уже полный получился. То есть, короче, полярная-ковалентная связь есть заряд, но он не полный, а ионная связь есть заряд, но он полный. Поэтому говорят о степени ионности. Вот для каждой молекулы, если вещества разные, говорят, что есть некая степень ионности. И это именно степень, в которой заряд-то все-таки приобретается. Степень ионности связи возрастает с увеличением разности электроотрицательности образующих его атомов. То есть, так на практике по таблице смотрим, какая там разность электроотрицательности, и из этого можно получить степень ионности. Ну и потом в химических формулах, которые многочисленные, буду очень скоро тут показывать, там все время они будут показаны, там плюсы, минусы над ними. То есть, происходит ли ионизация, какая там степень ионности, если так уж полностью все проставлять будет проставлена. Ну и это важнейший показатель связи, как ионный, так и ковалентный. Продолжение следует...